Гирлянды, елочные украшения, разноцветная мишура – все это главные новогодние украшения для каждого русского человека. А что тогда в Китае? Ставят ли елку китайцы на свой Новый год? Почему переворачивают иероглифы? Отчего так много красного? И отчего защищаются жители Поднебесной в праздник весны? Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Сегодня мы погрузимся в атмосферу праздника весны и поговорим о традиционных китайских новогодних украшениях. Вы узнаете про главное украшение в китайский Новый год и как его изготовить своими собственными руками. Узнаете, что китайцы ставят место елки и как они привлекают удачу в свой дом и как изгоняют злых духов с помощью традиционных украшений. Если вы любите китайскую культуру настолько, что отмечаете китайский Новый год, то наверняка вы задумывались об изучении китайского языка. Хватит думать, пора пробовать. Я приглашаю вас на свой бесплатный игровой практикум «Китайский – это легко». Это целых 4 урока в игровом формате, благодаря которым вы узнаете, что такое тоны и научитесь их произносить. Узнаете, что такое иероглифы, как их запоминать и напишите и запомните более 20 иероглифов. Если хотите узнать, как учить китайский легко, быстро и с удовольствием, скорее записывайтесь на практикум. Увидимся на уроках! По традиции китайцы начинают готовиться к Новому году чуть ли не за месяц. В этот период после генеральной уборки они украшают дом особыми украшениями, которые сохраняются как минимум 15 дней после наступления Нового года, а то и весь год. В декоре преобладает красный цвет. Считается, что он приносит счастье, удачу, успех и создает атмосферу праздника в Новом году. Многие популярные украшения, включая фонари, иероглиф счастья, традиционные новогодние узоры, делают из бумаги красного цвета. Теперь о самих украшениях. Виды украшений могут отличаться в разных регионах страны. Я расскажу о самых популярных, которые распространены по всему Китаю. Первое, что вы увидите, прибыв в Китай в Новый год, это тысячи красных фонарей. Фонарь, по-китайски «тонг лунг», является традиционным китайским новогодним украшением. Он появился около двух тысяч лет назад, в период правления династии Хань. Считается, что он приносит удачу. Во время Китайского Нового года нередко можно увидеть фонари, висящие на деревьях, на зданиях, внутри зданий, на дверях домов. Интересно, что фонари обязательно вешают парами или в четном количестве. Иначе счастья не видать. А это чхуанхуа – традиционное украшение для окон, которое изготавливается из бумаги или ткани. Оно имеет разнообразные формы и узоры, которые символизируют счастье, благополучие и процветание. Это украшение насчитывает тысячелетнюю историю и отличается разными нюансами. Например, правильным украшением считается то, в котором равномерно распределены отверстия. Плюс, чтобы не влиять на освещение, бумажные узоры обязательно клеят на солнечную сторону. А это парные надписи. Туэйлен – это полосы красной бумаги, на которых черными чернилами выводят иероглифы с новогодними пожеланиями добра и процветания. Также они называются чхуэльлен – весенние надписи, потому что китайский Новый год – это праздник весны. Надписи принято вешать с двух сторон от входной двери или ворот для привлечения желаемого. Обратите внимание, что надписи читаются справа налево. Например, на этой картинке написано следующее. Пусть весь год сопутствует удача и богатство приходит в дом со всех сторон. Почему надписи парные? Дело в том, что в китайской культуре четные числа считаются счастливыми. Китайцы верят, что они приносят удачу и процветание. Вот такие надписи часто оставляют на дверях или воротах весь год, вплоть до наступления следующего праздника весны. А теперь вопрос на засыпку. Что это за иероглиф? Я вам уже несколько раз его показывала и много про него рассказывала. Да, это иероглиф счастья. Фу цзи. Кстати, подробнее об этом иероглифе вы можете посмотреть в отдельном видео. Перевернутый иероглиф счастья – это самое популярное украшение на китайский Новый год. Его помещают над входом или прямо на самой двери. Почему иероглиф бывает перевернутый? Кстати, его переворачивают не всегда, потому что есть созвучие в китайском языке. Фу таула – счастье перевернулось и фу таула – счастье прибыло. То есть китайцы это делают для того, чтобы счастье прибыло в их дом. Кстати, вы можете взять красную бумагу в форме квадрата, разместить ее так, чтобы она выглядела как ромб, и написать на ней иероглиф счастья. Так у вас будет свое новогоднее китайское украшение, свое счастье. Китайский узел. Чунго теа – еще одно популярное китайское украшение. Оно обозначает единство, мир и удачу. Это разновидность изделия ручной работы, уникального для Китая. Узел имеет красивые формы и разнообразные цвета. Но, конечно же, основной цвет – красный. Узел означает единение сердец и считается, что в него вплетены пожелания и благословения. Также праздник весны никак не обходится без зодиакальных украшений. Я уже рассказывала, что символы китайского гороскопа являются неотъемлемой частью китайской народной культуры. Подробнее вы можете посмотреть в этом видео. Поэтому китайцы украшают дома изображениями символа Нового года, животного покровителя. Фигурки, наклейки – это главные атрибуты китайского новогоднего декора. Кстати, вы уже поставили дракончика? Какого он у вас цвета? Как ни странно, у китайцев он будет, как правило, красный. Несмотря на всех вот этих зеленых, синих, деревянных драконов, китайцы выбирают красный все по той же причине. И напоследок про альтернативу елке. Вместо елки китайцы ставят мандариновое дерево. Сразу скажу, что делают это не все. Это не как у нас с елкой, что елку должен поставить чуть ли не каждый. В Китае ее ставят те, кому попросту не лень ухаживать за живым деревом. Если мы поставили живую елку, то, как правило, через две недели, через месяц мы ее просто выбрасываем. В Китае же, если ты купил мандариновое дерево, то за ним придется ухаживать не две недели, а до тех пор, пока оно не высохнет, как это было в моем случае несколько раз. У меня, к сожалению, выходить это дерево так и не получилось. Почему именно мандариновое дерево? Потому что в слове тинь-тью-шу скрывается много смыслов. Первый иероглиф в этом слове тинь означает золото, то есть это пожелание богатства. Далее, тю, мандарин, созвучен со словом удача. Ти, более того, тю и ти очень похожи по написанию. Правая часть мандарина, это и есть удача. Поэтому наличие такого дерева в домах обозначает пожелание удачи и богатства. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Если вам было недостаточно, скорее подписывайтесь и смотрите мои прошлые видео о традициях празднования Нового года. Я снимала таких очень много и в прошлом, и позапрошлом году. И, конечно же, присоединяйтесь к нашему бесплатному игровому практикуму «Китайский – это легко», чтобы в новом году дракона овладеть китайским. С вами была Анна Кузина. До встречи в следующих видео. Бай-бай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова